Четыре пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции находятся сейчас на выздоровлении в домашних условиях в Биробиджане. Лечением этих пациентов занимается медицинский персонал Биробиджанской поликлиники, сотрудники которой сопровождают еще и несколько сотен человек, находящихся под наблюдением. Все началось с того, что мы начали работать по предписаниям Роспотребнадзора, по контактным лицам, возможным по коронавирусной инфекции, прибывших из зарубежных стран. С этого начиналась наша работа. За такими людьми устанавливалось медицинское наблюдение. Дистанционно по телефону мы справлялись о состоянии здоровья таких вот приехавших граждан. В случае ухудшения самочувствия мы уже определяли дальнейшую тактику. Работники скорой медицинской помощи, дежурные и участковые терапевты, а также все те медработники, которые оказывают первичную медицинскую помощь, постоянно рискуют заразиться новым коронавирусом. Для обеспечения безопасности персонала предпринимаются все возможные меры и предосторожности. Для того, чтобы на сегодняшний день снизить риск вообще заболеваемости наших медицинских работников, ну мало того, что средства индивидуальной защиты – это раз. Во-вторых, бокс-фильтр, там, где сидит конкретный врач, им раз в неделю делается забор материала на COVID-19. То есть раз в неделю мы мониторируем их состояние посредством вот этих вот анализов. И хотя по сравнению с другими регионами в ЕАО не так много заразившихся, а немногим более 50, сотрудники здравоохранения ежедневно обслуживают несколько сотен человек. От простого осмотра до работы с заразившимися. Вот сегодня я еще даже ни разу ничего не попила. Во рту аж язык присох к небу. Хоть и перевели, да, поликлинику на такой режим, но сейчас очень большая работа именно с теми людьми, которые находятся по контакту. Вот их на сегодняшний день около 250 человек. Это надо про кого-то не забыть. Да, естественно, что, может быть, сегодня кого-то не обзвонили, да, люди тоже начинают возмущаться. Но у вас тоже есть номера телефонов, по которым вы можете сообщить о состоянии своего здоровья. Пожалуйста, звоните, вам ответят. Медицинские работники, именно те, кто находится на передовой борьбы с новой инфекцией, призывают людей по возможности оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и масочный режим. Андрей Кирюшин, Андрей Терехин, Новости 21.